На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как правильно любить и принимать себя. Конечно, в рамках нескольких минут сказать об этом что-то однозначное и содержательное предельно сложно. В противном случае мы бы не имели такой бесконечной орды коучей и тренеров, которые, собственно, именно этим и занимаются. Хотя на самом деле, если мы обратимся к сути и смыслу священного писания, вполне возможно, в большинстве случаев помощь данного рода специалистов нам не понадобится. Мы привыкли, в принципе, даже в рамках нашего обихода, к тезису о том, что любовь принципиально – это не состояние, а глагол. То есть любить – это делать, действовать. И это совершенно верно и правильно не только в рамках наших отношений с кем бы то ни было, но и в рамках моих отношений с самим собой. Любить в некотором смысле – это, безусловно, принимать, но обычно под принятием мы воспринимаем самое примитивное, скажем так, осознание себя таковым, каким я сейчас являюсь, и полное с ним согласие. Со всеми моими плюсами и минусами, хорошим и плохим, целостным и нецелостным – я таков, и это хорошо. На самом деле принятие заканчивается на этапе «я таков», на рассмотрении реальности. А дальше и должно бы начаться действие. Мы должны войти вот в ту самую любовь, как процесс. Реализуется он здесь как раз в том числе и через взаимодействие. То есть почему так Священное Писание плотно завязывает всю тему любви на теме взаимодействия отношений, на вертикальной и горизонтальной направляющих, отношения с Богом и отношения с ближними, потому что, кроме всего прочего, в них растет, крепнет и становится, ну скажем так, наиболее зрелой, и моя любовь к самому себе в том числе. Поэтому с принятия мы начинаем, но в процесс действия от этой точки войти должны. Остаться просто на предельно принимающей позиции в действие не войдя, будет полным провалом. При всем при этом важно помнить о том, что, наверное, одной из базовых тем нашего непрекращающегося православного невроза является тема невозможности полюбить себя, зная за собою нечто. Все мы имеем достаточно темные пятна на собственной биографии, часто свидетелями которых являемся только мы и Бог. И они не позволяют нам ни пройти этап принятия, ни уж тем более войти в какую-то там деятельную часть. Но вот здесь, наверное, нам нужно поиметь в виду самую простую вещь. О ней говорит апостол Павел. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит совершенно не так, как мы. Есть некоторый оттенок, некоторая часть, которая позволяет нам это воспринять в рамках любви родительской. Когда до определенного порога, все-таки в человеческих отношениях он все равно существует, родители готовы простить своим детям и, безусловно, принять их в безграничном объеме ситуаций. В том числе за те вещи и те поступки, за которые те были бы сами себя простить не готовы. Но еще раз повторюсь, это только маленькая тень, некоторый отблеск, отцвет той любви, которую Бог имеет к человеку. Причем не к человеку абстрактному, а к каждому одному конкретному человеку. И когда мы говорим о том, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, это также не фигура речи. Здесь имеется в виду каждый я, вы, он, они, каждый конкретный человек.